Привет, меня зовут Никита Евдокимов, я специальный корреспондент в uc.ru. Специально для рубрики авто мы взяли на тест-драйв электрокар Nissan Leaf. Всего по данным автостата в России 920 электрокаров, причем третий из них находится в Москве. В этом обзоре я расскажу о плюсах и минусах владения электрокаром, о том, где и как его можно зарядить, а также о своих впечатлениях от поездки. Поехали! Первая вещь, которая бросается в глаза на приборной панели, это индикатор заряда автомобиля. Заметное отличие от обычных автомобилей, где данные об оставшемся километраже и расходе топлива почти не привлекают внимания. Здесь же это важнейшая информация для водителя. Все остальные функции напоминают то, что мы уже не раз видели в современных автомобилях. Это подогрев сидений, климат-контроль, мультимедийная система. А вот что удивило меня, на чем хочу заострить внимание. Это две очень полезные функции. Первая это отсутствие блокировки дверей в том случае, если ты забыл ключи в машине. Она меня за все то время, что я использовал этот автомобиль, выручала не раз. Вторая автоматическое включение света и электроприборов. Если, допустим, мы въезжаем в тоннель, то свет включается автоматически. Это тоже очень удобно. Сейчас мы поедем на заправку. У нас примерно половина батарейки. У этой модели запаса хода хватает на 150 километров. Если просто ездить по городу, то этого хватает за глаза. Но все равно, за все то время, что автомобиль был у меня в эксплуатации, я заряжался либо каждый день, либо раз в два дня. В этом году в открытом доступе должна появиться новая модель Tesla, рассчитанная на массовый рынок. В базовой комплектации она будет стоить 35 тысяч долларов. По нынешнему курсу это чуть больше, чем 2 миллиона рублей. При этом ее запаса хода хватит почти на 350 километров. А этого уже будет достаточно, чтобы совершать какие-то более серьезные путешествия. Для того, чтобы экономить расход заряда батареи, автопроизводители внедряют достаточно интересную вещь. Она называется режим рекуперации. Допустим, вот на обычном автомобиле, если ты едешь под горку и бросаешь газ, то включается торможение двигателем. Здесь же происходит преобразование энергии и она снова подается к батарее. Это очень удобно. Похожий режим включается при торможении. В принципе, если ты часто встаешь в пробки или если ты ездишь по какой-то холмистой местности, то ты можешь в теории заряжаться меньше. Зарядить электромобиль можно тремя способами. Дома это займет около 12 часов, на обычной зарядной станции за 6-8 часов и на станции экспресс-зарядки за 40 минут. Всего в Москве две станции экспресс-зарядки. В центральном офисе организации МАЭСК и в Технополисе на текстильщиках. Обычных зарядок порядка 25 штук на город, плюс еще столько же частных. Необходимость тратить на зарядку по 40 минут принуждает тебя быть более ответственным и более внимательным водителем. Ты начинаешь плавнее трогаться, плавнее тормозить. Ты начинаешь очень тщательно планировать свой маршрут, выбирая кратчайший. Мне кажется, что электромобиль он дисциплинирует. Зарядка на быстрых станциях бесплатная, на государственных заправках тоже. Приятный бонус. За парковку электрокара в Москве не нужно платить. На частных стоимость одного киловатта составляет примерно 10 рублей. В этой машине батарея на 24 киловатта, то есть за зарядку я заплатил бы 240 рублей. Это немного, но все равно заправляться хочется как можно меньше, поэтому я берег каждый киловатт. Допустим, тебе стало жарко, ты включаешь кондиционер и видишь, что у тебя запас хода тут же уменьшился на 10-15 километров. Ты такой, нет, черт, отставить, кондиционер выключаем, едем с открытым окном. И так примерно во всем. Все, что так или иначе тратит заряд батареи, ты от этого сразу же отказываешься в пользу каких-нибудь более дешевых заменителей и становишься таким рачительным хозяином, который бережет каждый киловатт. Для поиска зарядок можно воспользоваться специальным приложением под названием PlugShare. Я решил поехать в центр и зарядиться на станции, которая находится в центральном офисе организации МАЭСК. Процесс зарядки достаточно простой, нужно просто заглушить машину и открыть лючок. Как и на обычной заправке, нам нужно вставить пистолет в горловину. У электромобиля существует два разъема. Один для обычной зарядки, он чуть меньше, другой для экспресс-зарядки, он побольше. Всего существует три типа разъемов, которые различаются даже скорее не от производителя автомобиля, а от той страны, где они используются. Вот этот используется в Северной Америке, им, кстати, заряжают Тесла. Вот этот используется в Азии. А нас интересует европейский разъем, он называется Шадемо. Выглядит он вот так. Затем мы вставляем адаптер в разъем. Все, мы готовы начать процесс зарядки. Для этого на колонке мы выбираем соответствующий разъем. Колонка связывается с автомобилем и рассчитывает примерное время до окончания зарядки. Сейчас у нас 59 процентов и оставшееся время 44 минуты. Но мне кажется, она чуть-чуть привирает, мы уложим с минут за 20. Все станции экспресс-зарядки, которые есть в России, выпускаются голландской компанией АББ. Всего их около десятка штук. Две находятся в Москве, еще две в Петербурге, также есть в Казани и других городах. Особенность таких заправок проявляется в двух аспектах. Первый, они защищены от дождя, от снега, от жары, холода и так далее. То есть их можно использовать круглый год на улице. Второй аспект. Вся ее деятельность контролируется из Голландии. То есть оператор сидит за рабочим местом и видит все, что происходит с этой станцией. И если возникает какая-то ошибка, не фатальная, он может напрямую вмешаться и настроить процесс так, как ему нужно. Это обычная станция электрозарядки. Для того, чтобы ей воспользоваться, нужен вот такой переходник. Он идет в комплекте каждому электромобилю. Для зарядки здесь нужно 6-8 часов. И в принципе, если водитель работает где-то неподалеку, он может просто оставлять свой автомобиль, а по окончании рабочего дня приходить, забирать и ехать домой на полностью заряженном электрокаре. Всего зарядка у нас заняла примерно 30 минут. Это бы немножко дольше, чем я планировал изначально. И мы зарядились до 95%. В этом особенность станции экспресс-зарядки, потому что она заряжает только до 90-95%. Дальше время зарядки увеличивается. Появление электромобилей в России можно сравнить с появлением первого iPhone в США. Когда Стив Джобс его только представил, все были в восторге и говорили, посмотрите, это один из лучших смартфонов, он крутой, у него тачскрин, он не похож на кнопочные телефоны. Но потом быстро выяснилось, что телефон бесполезен. Приложения были только стандартные, мобильный интернет оставался слабым. Экосистема вокруг смартфона еще не сформировалась. То же самое можно сказать про электрокар. За рулем отлично, он хорошо держит дорогу, он быстро ускоряется, плавно тормозит. Мне очень нравится за рулем. Но владеть электрокаром мне было бы неудобно, потому что это накладывает определенные трудности и вызывает определенные проблемы. Электромобиль не для людей, которые работают с 9 до 5, их время привязано к строгому графику. Как-то раз я решил поехать на электромобиле на интервью. Я специально встал пораньше, через приложение нашел ближайшую к месту проведения интервью станцию электрозарядки. Приехал, а она не работает. В итоге мне пришлось развернуться, потратить 40 минут, чтобы добраться до центра, где была станция экспресс-зарядки. 40 минут я потратил на саму зарядку, еще 40 минут ехал обратно. В итоге мои планы сорвались. Это не похоже на простой опыт взаимодействия. К тому же тебе приходится планировать время с поправкой на оставшийся километраж. И хотя ты перестаешь перемещаться по Москве с помощью карты метро, ты начинаешь путешествовать по карте заправок. Но есть один приятный момент. Когда заряжаешься на улице, внимание прохожих приковано только к тебе и твоему электрокару. К сожалению, обе экспресс-станции расположены на частных территориях, и это вызывает проблемы. Однажды я приехал так подзарядиться на станции, которая находится в Технополисе. На КПП мне сказали, у вас нет пропуска, идите получайте. Куда идти получать? Я не знал. В итоге пришлось позвонить знающему человеку. Он объяснил, что есть некая Елена, которая занимается выдачей пропусков, дал ее номер, сказал позвонить ей. Я позвонил, худо-бедно мне его оформили. Только на то, чтобы попасть к станции зарядки, у меня ушло 20 минут. С учетом того, что у многих людей, особенно в Москве, темп жизни гораздо более быстрый и плотный, то я думаю, что потеря 20 минут для многих будет реально проблемой. Электрокара – это очень интересная технология. Мне понравилось за рулем, понравилось, как машина стартует, что не слышно шума, не слышно двигателей, нет выхлопных газов. Но пока что эта технология опережает свое время. Для нее еще нет подходящей инфраструктуры. Сейчас мне кажется, что электромобиль – это очень интересная и перспективная технология. Безусловно, в будущем все будут пользоваться электромобилями, но когда это будущее настанет, пока неизвестно. Я бы взял его в аренду у друзей или знакомых, или просто взял на тест-драйв, но владеть им я бы не стал. Если все изменится, если ситуация в Москве поменяется и владеть им станет удобнее, я буду, наверное, первым, кто его приобретет, если позволит зарплата.